здравствуйте вы смотрите медиа информ студии наталья хохлова-покровская как всегда в это время и в этой студии в эту студию приходят психологи дабы мы могли поговорить о том что может быть вам интересно а еще скорее то что вам важно сегодня будем говорить о гипнозе и дабы не тратить время в студии сразу представляю своих гостей сегодня в студии анна искрова и никита пермяков говорим о гипнозе каждая мама когда рождается ребенок беря его на руки начинает его укачивать она начинает что-то ему шептать приговаривать и делать вот такие покачивающие монотонное движение в общем то она его вводит в транс правильно я говорю товарищи психологи то она его вводит в некий транс тем же занимается в общем то и психотерапевт когда говорит ваши веки тяжелеют ваши веки тяжелеют и вы сейчас они тоже в общем и голос затихает где-то давать тоже голос негромкий и так далее и так гипноз а гипнозе гипноз вызывает и огромное любопытство и недоверие и существует много мифов вот как человеку определиться гипноз наша программа названа за и против да вот гипноз это что это как это как в жизни скажу такую банальность которая правит миром о том что мы боимся того о чем мало знаем не знаем совсем и поэтому как раз гипноз попал вот в то то место да в нашем понимании нашем образовании когда мы его боимся потому что мы очень мало о нем знаем когда мы говорим про гипноз целью гипноза всегда является состояние до у человека который вызвать это транс так называемый да и вот этот самый транс то же слово страшное да потому что о чем это ну какой-то транс я в трансе и так далее а в трансе все бывают в трансе все бывают мало того что более того это такое комфортное естественное состояние которое придумано задумано дано нам природой для того чтобы мы каким-то образом могли держать себя в обшлагах и быть каким-то образом наша психика была спокойна потому что мы защищаемся этим от перегрузов в общем то наверное конечно да мы в трансе бываем что удивиться да по 5-10 раз в день не осознавая ну такой хороший например как работают переводчики которые делают синхрон да он моментально слышат одну информацию дают другую эти люди находятся в трансе когда человек пытается не пытается а делает максимально много каких-то дел допустим да и по работе на письмо ответил с кем-то поговорил там он еще слышит там кому-то еще и кого-то видит да еще успели успеть на перекурс бегать то есть у него пятницы внимания заняты да и вот в этот момент он чувствит себя комфортно потому что находится в трансовом состоянии высокая ресурс на женщинам эта женщина может до жарить слушать о чем говорит муж при этом видеть сериал женщина что все время в трансе никита ну я думаю что тут тоже немножко утрируете да в этом же поэтому понятно что эта шутка про то что женщина может ехать за рулем до рунок временно касте губы еще бы за телефона и флиртовать с мужчинами в других машинах ну в каждой шутке из доли шутки нужно понимать что когда мы говорим про гипноз да тут очень важно как в любом направлении современной там прикладной популярной психологии психотерапии допустим нлп и коучинг да и так очень важное понятие этика она же экология насколько экологично действия гипнотизера по отношению к объекту гипноза да и наоборот ну например если мы говорим про эстрадный гипноз да когда на сцену выходит зритель ему на он соглашается что гипнотизер покажет какой-то фокус да и соответственно это вин-вин выигрыш выигрыш примеру к терапевту к психологу приходит человека клиент да с каким-то запросом и он говорит окей мы договорились что в данный момент я готов к этому методу да они получают определенную выгоду 1 и 2 это экологично этично то есть мы не получаем человека мы не не поверяем не насилуем да мы согласие человека производим эту манеру эту дамы это академический гипноз так скажем если мы до этого игры да и существует криминальный а криминальный да да а который мы поговорим в конце дабы дать вам даже несколько советов потому что на нем не будем зацикливаться но именно в связи с этим и существует масса мифов вот мы проговорили о том что вот экологично когда договорились да обменялись мнениями будем заниматься гипнозом хорошо они есть большая практика она уже практикующий у нас договорились но тем не менее вот как развеять вот человек приходит и говорит а мне сказали что гипнотизер может дать любое указание вплоть до указание пойди и убей послушайте но не приходят с таким текстом в реальной жизни к психотерапевту нет крик психотерапевту не приходит если человек уже пришел к тебе человек сейчас мы продолжим эту мысль по поводу убей вот если те уже пришел человек и он знает что ты занимаешься гипнотерапией и ну какими-то видами психотерапии одна из которых гипнотерапия и он говорит загипнотизируйте меня пожалуйста это говорит о том что у него произошел уже будут приток при предсостояние в котором он готовил себя к тому чтобы этот процесс был осуществлен то есть он с удовольствием радостно погружается в состояние глубокого транса и соответственно получаем не она и хочет он этого или не хочет тогда необходимо ему объяснить что это такое что он получит какие любая психика любого человека работает по состоянию вин вин выгоды ему нужно понять что это выгодно что это быстро что это достаточно доступно что это 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 приятный в конце концов невероятно процесс боится боится я бы добавил очень важный такой момент немножко такая структура как происходит любой гипноз который есть до эстрадный криминальный клинические медицинские и так далее схема одна и та же и самый такой важный фактор для того чтобы этот сеанс гипноз состоялся это элемент доверия доверие между двумя точками двумя или больше ну говорим два человека сейчас да то есть они на сцене там да что показываешь да не кашпировский не делаешь гипноз на весь зал вот один человек второй если у клиента или зрителя да или что хочет стать гипноз нет доверия к этому методу то ничего не получится это как раз вот про гипнабельность не гипнабельность и про гипноз на весь зал я добавлю потому что я работаю залами и ввожу их состояние как бы ну мы с никитой на ними регулярно занимаемся такими гипно шоу 80 процентов зала с готовностью и с радостью погружаются в это состояние ты прям проговариваешь и вы можете идти сейчас за этим состоянием разрешая себе в этом быть до погружаться все глубже и глубже расслабляя каждую клетку каждую мышцу своего тела куда-то вниз куда-то вглубь куда-то вдаль ты говоришь им позволяйте себе те 20 ты никогда не погрузишь весь зал целиком это нужно понимать да ты никогда не погрузишь сто процентов людей пришедших к тебе на гипнотерапию уже как бы имея представление то что да мне нужен гипноз но я страшно боюсь вот это боюсь будет перевешивать те 20 процентов эти 20 процентов они не гипнабельные здесь не идет речь они насторожены то есть у них нет к тебе доверия понятно скажи мне скажите мне пожалуйста работа с конкретным вот я пришла у меня запрос я не боюсь гипноза это одна работа я и психотерапевт да да а в зале я что получаю вот вот для меня всегда была загадкой отчего на 3 давать кашпировский или по телевизору алан чумак которые говорили не надо вам думать ни о чем не задумывайтесь вот сейчас вам будет счастье поставьте банку для меня ведь оно же и было очень феномен вот я и хочу понять вот когда вы работаете залом что мы что что я в зале от вас могу получить а вот в зале как когда ты выходишь работать с группой залом хорошо когда их 100 200 человек да потому что очень большая глубокая индукция люди понимают что не только он один разрешает себе погружаться и рядом стоящие тоже а что дает большой концерт большой концерт какой-то известной яркой группы тоже в групповой транс он дает точно такой же групповой транс и попаду с помощью определенной звукового набора текстового набора и тех или иных эмоциональных состояний люди погружаются в какие-то состояния свою проблему уже не решу в большом вот этом зале для того чтобы сработал групповой большой гипноз ты изначально на афише в своей программе больше что ты будешь делать да сегодня мы будем заниматься не знаю там вот у нас была прекрасная очень реальная абсолютная история 200 приблизительно было человек зале ну может быть немножко меньше 180 он великолепно зашел это были женщины вот это был гипноз останови внутри время останови внутри время у нас есть звонок да говорите пожалуйста мы вас слушаем извините здравствуйте спасибо спасибо большое регрессивный гипноз это конечно же психотерапия когда к тебе приходит человек и ты ищешь в его прошлом какое-либо вытесненное воспоминание переживание травму иногда этот регрессивный гипноз может увести нас очень глубоко подавшего даже дальше ты двигаешься за ощущение вот человек приходит плохо мне вот тут понимаете не могу понять что со мной вот чувствую это назвать не могу не идентифицирую в себе от слова совсем что со мной ты предлагаешь ему сеанс регрессивного гипноза а давайте поищем и по этому чувству которое присутствует в нем назовем это этим не называя его конкретно мы двигаемся вниз по его а жизненной лестнице скажите мне пожалуйста когда вам было 30 лет это чувство внутри вас было а когда вам было 25 это чувство внутри вас было а когда вам было 10 а когда вы пошли в первый класс вспоминаете все глубже и глубже куда-то вниз куда-то вдаль уводит вас ваша память а в три года это было и время не было она поймали между тремя и четырьмя годами все где ты здесь и мы начинаем искать 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 и всплывает эпизод какой-то жизненный эпизод не знаю играла с утенком повернула шею ему утенок умер и вот у меня возникло чувство безысходности до с этого с этого момента совершенно неосознанно я несу его с собой как тяж и груз типично можно даже надо сказать о том что психотерапевт в данной ситуации проводник да конечно конечно мы ищем добавлю что работа вообще в регрессию достаточно сложная работа и очень опасная поэтому нужно очень аккуратно к этому подходить потому как нужно понимать что любая регрессия потому что окей если мы говорим про регрессию там в детский возраст да некоторые техники допустим ребёфинг холод динамика с помощью дыхательных практик до кислородного голодания это начинается галлюцинирование в прошлой жизни и так далее к чему это может привести ну очень аккуратно нужно быть здесь уже не регрессия здесь же техники трансгрессии когда речь идет о специально иногда приходят люди вот сейчас буквально ехала в такси к вам на эфир и мне таксист говорит а куда же вы такая нарядная я говорю никуда я такая ненарядная на эфир по гипнозу на прямой эфир о гипнозе он не это можно вам приду и вы меня загрузите в прошлую жизнь да конечно вот это вот идея человека оказаться в прошлой жизни приятный чудесный парень между прочим и год я мне так интересно и чеком ведет любопытство если он здравый человек это состояние оценить степень его психической адекватности пожалуйста можно в трансгрессию можно в регрессию и так далее но если перед тобой человек психопат если шизофреник или кто-либо это невероятно опасно то есть для того чтобы заниматься все-таки в терапии гипнозом нужно понимать вот этот верификативный момент где человек здоровый где невротик пожалуйста можем работать а где все-таки погромет не только про гипноз про любую терапию психотерапию частности просто гипноз может срыв дать очень быстро у нас настолько мало времени давайте по мифам пробежимся наверное потому что они безумно интересные мифы совершенно фантастические ну во первых что человек спит это миф да человек во время не спит не спит дартрант во время гипноза не спит дальше вот гипнабельность не гипнабельность кстати вот на этом чуть-чуть но может заснуть ну да провалить это глубина транса глубина транса насколько человек гипнабельный не гипнабельный человек например например про себя считала что я не гипнабельный я тоже считаю что не гипнабельный и я считаю что не гипнабельно собрались такая неправда такая неправда дело в том что дело в том что когда мы говорим о том что человек не поддается гипнозу да вот окей я гипнотизер я подошел а там спать парам пам пам да ты это все видишь ты можешь не можешь так далее он говорит нет мне это не получается да но Но человек должен помнить, что есть такая штука, как самогипноз. Как создается настроение, как, допустим, настроиться на хороший день. Мы же часто говорим, что проснись, улыбнись, скажи что-то хорошее, аффирмации. Перед сном, чтобы расслабиться, мы включаем расслабляющуюся музыку, что-то еще. Вокруг никого нету, мы одни в комнате или в помещении, но при этом мы находимся в том самом сцене транса, которого все боятся. Поэтому негипнабельных людей нет. Человек негипнабельный, скорее всего, это какая-то психическая пограничность или уже дальше. И без фантазии. Абсолютно. Ребенок рисует, он в трансе? В трансе. Человек смотрит, зритель сидит в кино и плачет, сопереживает герою. Он в трансе? В трансе. Он же сейчас себе не принадлежит, он же не проживает свои чувства, он проживает чувства героя. Это тоже трансовое состояние. Гипноза кругом, как естественные совершенно вещи, дарованной нам матерью природы, немеряно. Но почему-то мы его очень боимся. Гипнотизер всемогущий может заложить в мозг некий чип, который связывает его и человека потом в дальнейшей жизни. На самом деле, тут как раз про экологию и не экологию, с чего мы начали. Какая цель? Ну, нужно понимать, что у любого, не только гипнотизера, любого психолога, любого политика, в частности, любого человека, который имеет какой-то, ну, лидер мнений, да, там, медийная личность, наши актеры, там, писатели и так далее, они ведь тоже, по большому счету, могут вкладывать что-либо, они это и делают, да, что потом так или иначе нас связывает. Потому что мы начинаем уже ассоциировать себя с этим человеком или какой-то определенным процессом, когда вот этот человек проявился в нашей жизни, что-то нам говорил, очень значимое для нас. Поэтому тут, наверное, дело про экологичность, про этику внутреннего человека, который, ну, работает с этим методом. Так что не ходите к шарватанам. И из интересного, первая цель гипноза, это было обезболивание при операциях, кстати, да? Вот самое первое, где использовался гипноз. А самогипноз, в транс мы себя, мы уже проговорили об этом, в транс мы себя, в общем-то, всегда умеем вводить сами, не замечая этого, потому что это защита от перегрузок. Гипнотизер может изменить личность? Скорее состояние, да, потому что личность менять… Измененное состояние сознания, да? Да, это он может сделать. Менять личность, ну, мне кажется, ну, такая некорректная формулировка. Я добавлю, для того, чтобы изменить личность, надо хорошенько поработать спецструктурам. Можно даже зазомбировать, человека можно сделать зомби. По факту это есть. Но мы этим не занимаемся. Это работа с депривацией сна, с контролем пищевого поведения, с полным контролем его поведенческих этих вот, всех поведенческих историй, да? То есть это не экологично. А вот обезболивание при операции, наркоз, да, то есть гипно-наркоз, вот это очень экологично. Это использовали во время войны, когда сделали операцию, ничего, это бедная… Нельзя вспомнить знаменитую передачу Кашпировского, знаменитую… Сейчас, кстати, 30 лет, недели две назад было 30 лет, как была проведена эта передача, телемост Киев-Тбилиси, когда человека оперировали, почему женщину оперировали, а она пела. То ли Полюшка Поля, то ли что-то еще. Она пела, почему ее выбрал он, да, он был великий человек, почему он ее выбрал? Потому что у нее до этого было 4 клинических смерти. То есть медикаментозный наркоз подписывал бы ей решительно смертный приговор. На брюшиной полости, очень чувствительный, а он с ней разговаривает. Гипноз используется как успокоительное средство, как лечение депрессии при кодировках, да? Это то, что касается, так скажем, психиатрии. Но почему-то психиатры очень плотно не задействуют гипноз и считают, что он себя, ну… То есть можно, но как бы не всецело пользуются гипнозом. Почему дедушка Фрейд отказался от гипноза? Не долго только, да, потому что Анна Искрова, может, как бывшая фрейдистка, такая активная. Я не бывшая, я фрейдистка-то и действующая. Ага, действующая фрейдистка. Вот, по поводу психиатров скажу так. Наша школа имела огромный, прекрасный резервуар ученых и имеет, которые занимались гипнозом. Это Павлов, который исследовал физиологию гипноза. Это Бехтерев, который это великолепное применение. Это школа Платонова в Харькове, напрямую идущая. Ну, короче, это опять же история. На каком-то этапе его подзапретили. Ну, и это тоже было связано с вот этими телеэкспериментами, телепсихотерапией. Потому что уж больно было шоковые эффекты. Никто не хотел людей перегипнотизировать из зомби, из советских зомби, вдруг возле, в исцеленных. Это было страшно неудобно и никому не нужно. Это, с одной стороны, здесь еще и политика примешивалась. А это, конечно, политические. И в одночасье запретили всех эстрадных гипнотизеров. Они же гастролировали во всех уездных клубах, обязательно приезжал. Время изменилось, слава богу, у вас был недавно семинар. И вот буквально вот сейчас вы что-то собираетесь. На эти выходные, Никита. Самая интересная ситуация, то что я к гипнозу... У меня есть диплом, я проходил курс риксоновского гипноза. Это разговорный гипноз, да, или по-другому гипноз продавцов. Мы его все используем, осознанно или неосознанно. Вот про гипноз, так называемый, шоковый, да, он же эстрадный, который как раз вот Аня организовывала. Для меня это был какой-то такой опыт, потому что я пришел, я растерялся. Тренер, который проводил, Виталий Аниськов, да, проводил, он эстрадный гипнотизер, да, то есть он шоумен такой. И вот я захожу, сажусь, и он сразу, сходу, без предисловий. Что это, почему это, он берет мальчика, одного из зрителей. И девочку. И девочку, да. Берет, делает тест на гипноз, после этого индукция, погружение, и эти ребята начинают смеяться, висеть, собирать цветы, что-то еще делать. Им то холодно, то жарко. У меня была мысль, у меня, скорее всего, подставные, да. Потом, в течение двух дней это семеро проходило, я уже начал понимать, как это работает, да, начинает получаться у меня, и, кроме того, почти у всех, кто был в группе. То есть на самом деле, это настолько простой действенный механизм, который может сделать любой человек, да. Это к мифу о том, что гипнотизерам надо родиться, и это особый дар. Нет, этому можно научить. Это предельно простая техника, лежащая на поверхности. Она настолько проста, что мне поверить невозможно. Мы была совершенно разношерстная группа. От людей, которые вообще не касаются психологии вообще никак, да, до, соответственно, студентов, которые сейчас учатся в нашем МедИНе. Что в эту субботу, в воскресенье, это тоже будет продолжение? Нет, это еще раз мы проводим этот семинар. Приезжает Виталий Анисков. Он совершенно гениальный эстрадник, и на сегодняшний день он один из лучших в Украине эстрадный гипнотизер. Это шоу вот так вот на щелчок. И он учит, как это делать. Ну, что это дает? Это дает базу понимания, что такое вообще феномены психики как таковые. Что такое вызванная жара, вызванный холод, вызванный автоматизм. Что такое вызванные галлюцинации с закрытыми, открытыми глазами. Как вызвать амнезию, как вызвать анестезию. То есть это все вот так, раз, раз, раз. Смотрю на часы, поэтому тороплюсь. А если, в общем-то, человек пришел, погрузился, поймал вот это состояние транса, и в этом состоянии... Это я для себя просто, где можно применить еще, да? Состояние транса, ведь при панических атаках это хорошее лечение. Да, великолепно. Вот я подумала о том, что я делала как-то программу про панические атаки, она наступает, это вот, и надо быстро как-то себя, вот, вспомнив это состояние транса, ты можешь выйти от панических. То есть гипноз показан при некоторых вот таких заболеваниях, да, наверное? Я не знаю, как гиполярка. Панические атаки, заикание, а биполярное? А биполярное? Не бралась, не знаю, но полагаю, что можно сбалансировать. И нурез, да, и нуреза, и кание. Это то, что я как психолог могу, у меня же нет диплома врача, поэтому биполярочку, пожалуйста, пускай психиатры лечат, я не нарушаю этику. Я очень жестко держу в этом плане, как бы, рамки. Вот, в принципе, как бы, если поиграться, то, наверное, можно. Я не бралась. Самое главное, что когда ты начинаешь... Ну, панические можно, вот это вот. Да, панические, ты не знаешь, что сейчас очень много у меня знакомых по ту сторону экрана, которые говорят о панических атаках. Гипноз помогает. Да, с бессонницей, их колоссальная, вес, работа с коррекцией веса, работа с коррекцией психоэмоциональных состояний. То есть это практически, да блин, с облысением, вы даже извините за блин. Облысение, да? Да, вплоть до этого. Ну, говорят... Депрессия, я сейчас буду печатать, эмоциональная вот эта вот вялость, дисфункция вся, все туда. Огромная область применения практического гипноза от эстрады до, соответственно, психологии. И это, опять же, и продажи, да? Да, и умение коммуницировать с окружающими людьми и так далее. Это первая часть. И второе очень важно в гипнозе, что как раз понимая, как это работает, да? Ты выпадаешь столько гордость, столько зоны риска, да, когда ты можешь попасть на криминальный гипноз, на вокзале и так далее. Вот давайте теперь чуть-чуть о криминальном для того, чтобы зрители, а у зрителей взрослых есть дети, которые ходят вот так вот в наушниках и вот так вот с телефоном и так далее, которые просто, ну, святое дело что-нибудь у них забрать. И вот эти уличные попрошайки, да, уличные попрошайки, что они делают? Шоковый гипноз, механизм один и тот же. Для того, чтобы человека вгнать в транс, соответственно, этого ребенка или этого мужчины, женщины, да? Во-первых, его надо увидеть. А в России они маркируют жертву. Первое, маркер жертвы. Это видно в походке, в состоянии, он идет уже в коридоре. То есть вы сами привлекаете к себе. Конечно. Если вы рассосредоточены, да, то есть рассыпаны или так далее. Это первый или наоборот. Или второй вариант. Как делает цыганка? А ну-ка, посмотри мне, пожалуйста, сюда, что ты видишь? Или линию жизни, видишь? Все внимание в одну точку. Вот после этого уже раз, два, три. Она разрывает ваш какой-то шаблон, да? Они же на вокзалах работают. Почему? Потому что люди там, они ищут тех, кто волнуется, опаздывает на поезд. Тревога и ожидания. Тут знаете, что очень важно? Вот вы идете по улице, все люди, вот которым я сейчас обращусь, и у вас в голове идет собственная мультипликация. Вы не включены в эту реальность. В этой реальности вы серфите на полном автомате. Вы думаете про детей, про школу, про еду, про вот это вот бытовизмы, а у кого-то и высокие. Это видно, у вас в глазах стекло опытному мошеннику, уличному специалисту, криминального толка. Это видно, потому что есть внешние маркеры, которые идентифицируют безошибочно жертву. А дальше уже то, что говорит Никита. Вот именно об этом на семинаре очень классная история, что одна из участниц, достаточно взрослый уже человек, встречала своего, после семинара, через три дня, по-моему, да? Да. Встречала родственника на вокзале, на нашем ДД вокзале, да? Вот, видит, парень стоит, спрашивает, вы поезд ждете? Он у нее почему-то к ней обратился. Она говорит, да, спать твое тело, парам-пам-пам, и он хоп, и выключился. И повис, и клюкнул. Три дня после семинара. То есть, любой человек в таком разобранном состоянии, он потенциально... Нет, она его вернула, и он, она говорит, поразительно, что говорит, я, говорит, вот леший дернул, я ему, я за руку спать, он повис. Люди роботы, я прошу прощения, не знаю, как вы будете жить дальше с этой мыслью, но я уже свыклась. Вот, я тоже, ну, я робот, которого не так легко вырубить. Вот, он повис, она его вернула с установкой, и сейчас ты откроешь глаза на счет три, и твоя голова будет ясная, чистая, светлая, ты будешь бодрой, как будто бы после семи часов большого, хорошего сна. Она ему дала прекрасную установку, он открыл глаза такой, посмотрел на нее, как будто он ее видит первый раз, феномен амнезии, он ее не помнит. Не помнит, не помнит. Страшный финал передачи получился. Ну, а на психотерапевт. Сейчас все люди выйдут на улицу и будут бояться друг друга. Нет, все проще, на самом деле, это настолько удивительный, классный мир гипноза, как самогипноза, да, как бы, если ты это умеешь делать, жизнь становится проще, легче, ярче, потому что мы и так это каждый день делаем. Да, но кто-то же использует это в своих негативных, это про экологию. Давайте поэтому учиться, чтобы, вот мы точно понимали механизм, сто процентов, если я знаю, я вооружен. Меня с привезенным путем, это можно как-то показать? Телевизионный путем? Такой вопрос на засыпку, да, ну вот мы сейчас рассказали, вот как-то показать. Ну, если будет у нас еще один эфир, то, я думаю, без проблем. Да. Да, честно? Да, да, мы это покажем. Давайте попробуем. Боюсь, что уже и вы это покажете. Ну, давайте попробуем, боюсь, я была бы рада. Это интересно, это интересно. Это не то, что вы были бы или не были бы, это если вы туда пойдете, то уже по факту это сто процентов. Все, все. Заканчивая программу, и так, если вдруг на улице вот такая ситуация, к вам подошел человек, и вдруг вам показалось почему-либо, что вот это может быть очень опасно, рвите сами шаблон. Я не знаю, приготовьте себе совершенно дурацкую какую-нибудь фразу, типа, кто написал полонез Агинского? Вот вам один вопрос, а вы другой вопрос. На вопрос вопросом, как говорят в Одессе, да? Вот, что такое монофтангизация дифтонгов? Вот замечательно, вообще, так сказать, разрыв всех шаблонов. Заготовьте себе такой вопрос. Если это будет смешно, просто нелепость, ну и ничего, ничего, нелепость не переживете. Лучше быть нелепым, чем обманутым. Пусть, вот, нелепым, чем обманутым. На этом ставим точку. Никита, если хочешь, еще 10 секунд. Хочу сказать о том, что, еще раз приглашаю вас в этот удивительный мир, потому что, на самом деле, я для себя его открыл не так давно, да, именно мир гипноза, в частности, эстрадного и шокового гипноза. Настолько все просто, интересно и, самое главное, полезно, то есть, для меня и моего окружения. Ну, на эту субботу, в воскресенье, мест уже нет, да? Два места есть. Ах, жаль, ты не сказала вначале, мы бы сейчас разыграли. Ах, как жаль, что ты не сказала вначале. А мы говорили о гипнозе, а не в семинаре. Ну, если вдруг кто-то после передачи в субботу будет, до пятницы, до вечера, вот по нашему телефону можете попробовать дозвониться, я передам Анне Искровой. 737-73-10. Два места есть еще на попытку позаниматься гипнозом. Все, спасибо, что были с нами, спасибо. 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 Спасибо.